В связи со сложившейся ситуацией в России, люди естественно разделились на два фронта. Одни поддерживают мобилизацию, мол мы должны отстоять свою родину, другие осуждают, и задаются вопросом, почему чиновники, олигархи, их дети не подлежат мобилизации. Сейчас в России минимальная пенсия чуть больше 6 тысяч рублей, в то время как у главы Газпрома Миллера ежедневный доход примерно 5 миллионов рублей, и многие задаются вопросом за что им воевать. Ведущие канала «Популярная политика» дозвонились до людей, которые приходятся близкими родственниками высокопоставленным чиновникам России. Они естественно представлялись не журналистами, а к примеру начальниками военкоматов. Первым на этот так называемый розыгрыш попался сын Пескова. Николай Песков отказался прийти в военкомат, и вот в какой форме он ответил. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», заявил он и пообещал решить этот вопрос на другом уровне. Алексей Мишустин, сын Михаила Мишустина, ответил, что не подлежит мобилизации, поскольку учится в магистратуре высшей школы экономики, но дополнил, что желания воевать у него нет, и он хотел бы продолжать заниматься своим образованием. Тут надо отметить, что он по закону как учащийся не подлежит мобилизации. Сын главы Росгвардии Виктора Золотова заявил, что уже находится в армии, где проходит срочную службу, и готов выполнять те задачи, которые поставит перед ним командир, но не готов подписать контракт. В общем, как это всем понятно, детишки Миллеров, Мишустиных и Песковых, отдельная категория граждан России и мобилизации не подлежат.